МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, это вечерние факты на Кубани 24. С вами Екатерина Шайдурова. И ближайшие часы о главных событиях на Кубани. Вот что покажем сегодня. Но потом что-то пошло не так. Не туда свернули. Потерявшиеся в горах Сочи дети перепугались полсотни взрослых. И кроме родителей дома их теперь ждут следователи. Никаких карантинных мероприятий мы не планируем. Карантина не будет. Губернатор Кубани развеял самый обсуждаемый слух этой осени и объяснил, почему можно не бояться возврата к старому режиму, но от чего отказываться пока нельзя. У нас нет безработицы, ни один наш выпускник не стоит в службе занятости. Сто лет поклятви Гиппократа, как учат на доктора и что за чудо изобрели в Кубанском медицинском, куда теперь выстраиваются очереди. И приходят к нам знакомые и говорят, а мы вашего баба Володю нашли. А с Володей нашли еще 2500 имен. В Новороссийске новое место памяти. Павших и новые данные, которых родственники ждали 75 лет. Долго буду вспоминать свой отдых. Дети из Твери, которых сегодня с две сотни спасателей с вертолетами искали в горах Сочи. Туда группа из 11 человек, старшие, как раз дети, их 8, отправились в обычный, казалось бы, турпоход к озеру в районе Розы Пик на высоту в 2300 метров. Но, как потом скажут, что-то пошло не так. А вот как должно было пойти сейчас, выясняют следователи о недетских испытаниях Яна Кулешова. Более 12 часов длились поиски потерявшейся туристической группы. В ее составе 8 детей и трое взрослых. Утром 6 сентября они вышли из поселка Эстасадок и направились к озеру в районе Роза Пик. В полночь в МЧС поступило сообщение от встревоженных родителей. Они рассказали, что путешественники не выходят на связь. Мы предполагаем, что это участники одной из тренировочных секций по лыжным гонкам города Твери. Соответственно, имеют какую-то определенную подготовку. При этом в номерах у них были обнаружены лыжные палки и кроссовое оборудование. По информации оперативно-розыскных мероприятий сотрудников полиции эти дети были одеты в шорты с рюкзаками и с палками для скандинавской ходьбы. Около 200 человек и 28 единиц техники были направлены на поиски юных спортсменов. По тревоге были подняты авиация и 7 конно-кинологических расчетов. В спецоперации принимали участие буквально все. МЧС, Кубань-Спас, полиция, Росгвардия, городские службы, волонтеры, сотрудники заповедника. Самое грустное то, что группа, в составе которой есть дети, не зарегистрировалась в МЧС и не сообщила маршрут следования, что должны делать все группы, выходящие на горный маршрут. Координировал поисковую операцию. Оперативный штаб его возглавил мэр Сочи. Чтобы узнать планы путешественников, Алексей Копайгородский связался с властями Тверской области. Давайте выясним на вашей территории, какие вообще у него задачи, какие идеи и куда они двигались. Вам как тогда направлять? А вот сюда прям пересылайте. Просто нужна сейчас информация для правоохранителей. Главное вот задача и цели. Хорошо, сейчас я буду вам сразу пересылать тогда. Около 11 часов и сами гости из Твери вышли на связь. По телефону 36-летний тренер, сопровождавший группу, сообщил, что они сбились с пути. Но никто из участников похода не пострадал. Сергей Александрович, вы сейчас устроите поливал. Детей успокойте. Мы через 15 минут с вами выходим на связь. Договорились? Да, никуда не двигайтесь, оставайтесь на месте. Пока отдышитесь, никто не перехлазился. Удалось выяснить и приблизительное местонахождение туристов. Они в тот момент были на высоте 2000 метров над уровнем моря в районе горы Очишко. До ближайшего населенного пункта 8 километров. К выбившимся из сил путешественникам была направлена помощь. Поисково-спасательная операция завершилась здесь, на вертодроме, поселке Красная Поляна. Именно сюда доставили потерявшихся туристов. 11 человек провели в горах больше суток. У трапа вертолета туристов встречали медики. Участники похода в красках описали свои недетские испытания. Десятилетняя Мария Кузнецова рассказала, что группа сбилась с пути, когда хотела сократить маршрут. Мы лезли в высокую гору и понимали, что уже вниз, но мы не сможем спуститься. И дальше уже спрашивали у всех дорогу. Но так не поняли, куда идти. Заблудились и туда пошли. Шли мы по речке, а потом уже там рядом уснули. Врачи прямо на вертодроме осмотрели путешественников. Госпитализация им не понадобилась. Благодаря слаженной работе всех служб, всех федеральных, крови, подразделений, городских, сделали так, что нашли детей и быстро, оперативно доставили. Слава Богу, все живы и здоровы. Их жизни и здоровью ничего абсолютно не угрожает. Оказана первая помощь просто поговорить, успокоить, утеплить. И дальнейшие наблюдения мы будем осуществлять. Между тем происшествием заинтересовались сотрудники Следственного комитета. Они опрашивают участников похода и выясняют, почему туристическая группа отправилась в горы, не оповестив спасателей и не получив разрешения. Введение карантина из-за коронавируса на Кубани не планируется. Об этом сегодня заявил губернатор. Глава региона провел общекраевую планерку, где одним из вопросов была эпидобстановка. Но сейчас ситуация с заболеваемостью COVID-19 стабильная. Значительного роста заболевших нет. На совещании также обсудили и сохранение зеленых зон. На какой стадии эта работа? Ну и что с самими слухами по карантину? Яна Бузычкина расскажет подробнее. Чем ближе середина сентября, тем больше разговоров о скором возвращении к режиму карантина. Однако эти обсуждения не более чем слухи. На общекраевой планерке в первую очередь глава регион решил ответить на вопрос, который так волнует жителей и гостей края. Никаких карантинных мероприятий мы не планируем вводить в Краснодарском крае. И тем более не планируем не просто ужесточать ограничительные меры. Мы планируем даже, может быть, их и ослабить. Сейчас мы ведем активные консультации с Роспотребнадзором. Но мы должны понимать, дальнейшая стабильность зависит целиком, еще раз подчеркиваю, и от жителей края, и от отдыхающих. Для всех, еще раз заявляю, не планируется ни введение карантина, ни ужесточение ограничительных мероприятий. Та ситуация эпидемиологическая, которая сегодня есть, позволяет нам сегодня это и мне ответственно заявить. Поэтому я прошу всякие спекуляции здесь просто прекратить, коллеги. И вас прошу максимально вести разъяснительную работу на всех уровнях, чтобы не было спекуляций. Я не знаю, зачем и кому это выгодно делать. Может быть, чтобы сегодня больше приехало отдыхающих, а потом уже непонятно, что будет, чтобы кому-то номерной фонд нужно заполнить, максимально все распродав, кому-то надо в целом все в магазинах продать. Поэтому быстрее и быстрее выгребайте до 20 сентября, а потом опять все закроют. Я не знаю, что движет сегодня теми, кто распространяет эту информацию, но я думаю, что коммерческая выгода. Предпосылок к новым ограничительным мерам нет. Однако закрыть на карантин могут отдельно взятые предприятия, где будет выявлен очаг заболевания. Начало осени непростой период. В разгаре учебный год и курортный сезон, который продлили до 1 ноября. Поэтому так важно сейчас не потерять равновесие и сохранить эпидобстановку на Кубани стабильной. В случае неблагоприятного развития событий, все здравоохранение края готово противостоять вирусу. На сегодняшний день у нас развернуто 4289 коек. Сразу мы можем, если вдруг будет не такая необходимость, развернуть 5000 коек. Если будет еще больше, какие-то вопросы будут возникать, то мы готовы до 6000 развернуть койки. Притом у нас они есть, готовые кислородом оснащены. Как вы совершенно правы сказали, аппараты ИВЛ на сегодняшний день в крае загруженность только 20%. Работа, которая не останавливалась во время пандемии. Сохранение парков и скверов. В 2016 году губернатор поставил задачу сформировать границы и поставить каждую зеленую зону края на кадастровый учет. Вопрос для Венемина Кондратьева принципиальный. До 2015-2016 года парки были, скверы были. Но это были просто фонемы, парк. А на самом деле на кадастровом учете, как парк, он не стоял. И границ он не имел. Он был просто землей поселения. Поэтому, когда мы увидели и удивились, что парки начали таять, по крайней мере, либо уменьшаться резко, то, конечно, с точки зрения закона придраться было невозможно. Потому что, согласно кадастре, это была просто земля поселений. И вот я хочу сказать, что сегодня у нас 1886. На самом деле парков сквера в крае появилось 1886. А в Краснодаре их всего было около 100. Для нашего Краснодара огромная работа проделана. У нас парк Горького, Солнечный остров, Первомайский парк. Но вдумайтесь, они не имели границ парков. Главное, что наши знаковые места, знакомые с детства, любимые из детства парки стали парками. 1886 территорий в 42-х районах края уже поставлены на кадастровый учет. На финальной стадии Краснодар-Тимашевский район. Там осталось закрепить несколько зеленых зон. Из всех поставленных на учет территорий, занятых зелеными насаждениями, и поставленных на государственный кадастровый учет, все они имеют вид разрешенного использования, запрещающий отчуждение данных земельных участков для иной деятельности, кроме как зеленое насаждение. Подумать только, как бы сейчас были застроены живописные зеленые зоны, если бы их вовремя не уберегли от частных лиц. Теперь важно закрепить эти территории в генпланах муниципалитетов, как это уже сделали, например, в Краснодаре. В новой градостроительной конституции кубанской столицы 3600 гектаров существующих и перспективных зеленых территорий. 10 раз больше, чем в предыдущем генплане. Важно, чтобы наши зеленые зоны, парки, скверы нашли отражение в генеральных планах. Тогда точно, это будет на века, точно паркам и скверам останется. Если, еще раз подчеркиваю, максимально документально мы закрепим все эти территории в генеральных планах. Поэтому здесь и Андрей Анатольевич, и департамент архитектуры возбудут под контроль, чтобы все, еще раз подчеркиваю, зеленые зоны документально нашли отражение в генеральных планах муниципальных образований. Еще одна важная трудоемкая работа – создание особо охраняемых природных территорий. За последние пять лет в крае появилось 11 совершенно новых ООПТ регионального значения. По двум из них – природный парк Анапской Пересыпи, заказник Анапский. Губернатор подписал постановление в минувшие выходные. Это значит, что уникальные песчаные дюны на Битежевской и Бугасской косах и акватории лиманов теперь под особой охраной. Мы сегодня все сделали в интересах людей, жителей, муниципальных образований, жителей края, в их интересах. И парки поставили на кадастровый учет, и скверы, и особо охраняемые природные территории – все в интересах нашего края. Люди, которые сегодня живут и будут жить в нашем крае. Вот что мы сегодня сделали. Это важно. У многих другие были планы. Вот на эти зеленые территории. Другие планы. А мы эти планы поменяли максимально. Мы просто не дали им реализовать свои собственные планы в личных интересах. А сегодня эти территории зеленые, красивые, они остались территориями для людей, общественными территориями. И вот это важно. По крайней мере, для меня это принципиально важно. Те любимые наши парки, скверы, которые с детства, и новые красивые места, куда мы в детстве выезжали на природу где-то с родителями, либо классами, вот оставить на самом деле такими же нетронутыми. И они сегодня получили статус особо охраняемых природных территорий. Красивые места нашего края. Все эти меры в первую очередь направлены на то, чтобы уберечь зеленые зоны от человеческой нерадивости. Не дать застроить песчаные дюны высотками, а оставить их в первозданном виде следующим поколениям. Яна Бузычкина, Вадим Волков, Кубань-24, Краснодар. Новый аппарат компьютерной томографии появился в первой краевой больнице. По словам медиков, КТ самый достоверный метод диагностики заболеваний легких, в том числе вызванных коронавирусом, приобрели технику в рамках госпрограммы на деньги из федерального бюджета. В ККБ уже есть подобные томографы, но эта модель самая современная. Лаборанты и врачи уже оценили новые опции. Несколько модифицированная для облегчения работы лаборанта-врача. Ряд опций добавлено. Машина позволяет автоматически посчитать объем поражения легочной ткани у пациента при коронавирусной инфекции. Новый компьютерный томограф показывает степень поражения легких в процентном соотношении, что позволяет назначить максимально эффективное лечение. Ну а КТ обследуют и другие органы – сердце, почки, печень, поджелудочную железу. Аппарат помогает на ранних стадиях выявить травмы черепа, опухоли, поражение сосудов и позвоночника. В прошлом году в клинике провели 130 тысяч таких исследований. У кубанских студентов-медиков сегодня особый торжественный повод надеть белые халаты. Их родному вузу Кубанскому медицинскому университету 100 лет. В такие дни обычно вспоминают историю, а на учебном заведении включают и Вторую мировую, когда на тот момент еще институт пережил две эвакуации в Ереван и в Тюмень. И 60-е, когда появлялись первые научные лаборатории. Ну и наши дни с уникальными программами и мощной исследовательской базой, где смогли даже придумать новую кожу. Алина Сорокина посмотрела, как сейчас учат на доктора. Гиппократ считал, что любовь к крючеванию есть любовь к человечеству. Так думает и Анастасия Маклашова. К выбору профессии девушка подошла осознанно. На нее не повлияли многочисленные фильмы и книги о докторах. Девушка уже успела поработать в больнице и знает, как порой бывает нелегко. Сейчас Анастасия совмещает учебу с волонтерской деятельностью. А в планах у будущего педиатра закончить специалитет и поступить в ординатуру. Я выбрала наш университет, один из старейших вузов Кубани и ведущих медицинских вузов России. Потому что именно здесь я получу достойное образование. И именно здесь я имею возможность для самореализации и саморазвития. А способствуют этому различные учебные и научно-исследовательские лаборатории. К слову о науке. Есть в университете и исследовательская лаборатория. Она существует более 40 лет. Изучает иммунологию, биохимию и регенеративную медицину. Это самый новый отдел в центре. Один из проектов по обесклечиванию органов. К примеру, берут сердце животного. Удаляет из него весь биоматериал, который может отторгнуть организм. Остается так называемый каркас из соединительной ткани. И уже на него наносят экспериментальные клетки. В результате должен получиться собственный работающий орган. С 2012 года выполняются проекты по децеллюризации интраторакальных органов. Таких как сердце, пищевод, легкие и диафрагма. Эти проекты были успешно завершены. На данный момент в лаборатории протекают еще новых три проекта. Это нерв, кожа и кардиомиопатия. Мы занимаемся сконцентрированно на работе по тканевой инженерии кожи и тканевой инженерии нерва. В частности, в работе по тканевой инженерии кожи мы создаем бесклеточный каркас кожи, который потом засеивается стволовыми клетками, фибробластами. И мы пересаживаем это успешно на свиньях, закрывая им ожоговые раны, гранулирующие раны. То есть такие повреждения, которые сами бы никогда не зажили. Эксперименты проводятся на животных. Это свиньи, бараны, кролики и крысы. Один из грызунов участвует в программе по пересадке периферического нерва. Уже есть положительные результаты. Животное опирается на прооперированную лапу. Появилась чувствительность к температуре. На данный момент ей уже практически год. В эксперименте она находится полгода. То есть мы берем лабораторных животных, уже взрослых особей. Для крыс породы Вистар это 6 месяцев. Это вот они, Вистар, как раз красненькие. Да, это вот они с красными глазами, линейные крысы. Животные вообще вносят неоценимый вклад в развитие медицины. Они помогают отрабатывать навыки в операционной. У кролика будет произведена операция апендектомии и холецистектомии. На втором препарате будет произведено выделение сосудистонервного пучка с проведением дистопии сосудов. Этот элемент является одним из базовых подготовки студентов к дальнейшей практике сердечно-сосудистой хирургии. На сегодняшний день Кубанский медуниверситет один из самых востребованных вузов страны. Там получают знания почти 6,5 тысяч студентов. Это не считая ординаторов и аспирантов. Навыки, полученные в КубГМУ, позволяют его выпускникам работать в ведущих клиниках страны. Наши студенты не пользуются очень большим спросом. К нам на ярмарки и вакансии приезжают главные врачи со всех районов края и заключают договоры со студентами о работе. У нас нет безработицы, ни один наш выпускник не стоит в службе занятости. Наоборот, даже не хватает. И мы поэтому с каждым годом наращиваем выпуск студентов. Сейчас медуниверситет. Это 7 факультетов, 66 кафедр. Учеба максимально приближена к реальной жизни. Поэтому, когда бывшие студенты начинают практику, они готовы самостоятельно проводить лечение пациентов. Алина Сорокина, Денис Окулов, Кубань-24, Краснодар. И сотый день рождения отмечает еще один крупный вуз края. Кубанский государственный университет. В честь векового юбилея там прошел праздник. Перед главным корпусом установили светящийся логотип КубГУ. Студенты исполнили гимн альмаматора, а затем устроили танцевальный флешмоб. Госуниверситет по праву считается одним из ведущих в России. Входит в топ-100 лучших учебных заведений страны и занимает седьмое место по критерию образования. Заслуги руководства и коллектива отметили на федеральном уровне достижения вуза, оценил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Решение, которое принял Михаил Владимирович, ознакомившись с нашим вузом, о строительстве, о выделении средств, точнее, на строительство общежития, которое действительно совершенно нам необходимо. Это решение для нас крайне важное. И мы в этом году собираемся решить вопросы, связанные с оформлением всей необходимой документации. Медиахолдинг Кубань-24 и директор телеканала также поздравили вуз с юбилеем. Каждый год десятки студентов и выпускников факультета журналистики Кубанского госуниверситета проходят учебную и производственную практику в наших теле- и радиостудиях. Многие из стажеров остаются в штате. Медиахолдинг Кубань-24 со дня образования напрямую связан с Кубанским государственным университетом. Хочется отметить научно-педагогический состав вуза, который вкладывает все знания в тех студентов, которые он выпускает. Я поздравляю вуз со столетием. Желаю творческих успехов, долголетия вузу, ведущему вузу Краснодарского края. Сейчас в КубГУ обучается больше 30 тысяч студентов, в том числе из других стран. Университет включает 15 факультетов, различные институты, НИИ, может похвастать обсерваторией и дендрарием. О том, как развивается наука в Краснодарском крае, сегодня будут говорить гости программы «Через край». В студии соберутся представители ведущих вузов региона. Они расскажут, какими научными открытиями славится Кубань и как поддерживают талантливых ученых. Ток-шоу начнется сразу после фактов в 20.30. Не пропустите. Ну а мы же идем далее. Новый прожиточный минимум установили на Кубань. Он увеличился для всех категорий граждан. Для трудоспособного населения этот показатель теперь 12 298 рублей. Меньше этой суммы оклад работника или тарифная ставка первого разряда быть не может. Для детей прожиточный минимум вырос почти на 400 рублей, для пенсионеров на 700. Рассчитывают его каждый квартал года. Величина зависит от цен на продукты, товары, услуги, а также от расходов на обязательные платежи и сборы. От прожиточного минимума зависит и размер социальных пособий. А приказ о повышении этого показателя вступит в силу 12 сентября. Спасибо, что остаетесь с нами. Мы продолжаем. Новое место памяти в Новороссийске. В городе Героя установлена Аллея Славы с именами тех, кто отдал на малой земле свою жизнь за победу над фашизмом. Там 2600 фамилий. Вот каждая из них – это годы кропотливой поисковой работы. Начали ее еще пять лет назад курсанты Ушаковки, это местный морской университет, и местные историки. И теперь они находят уже родственников погибших солдат. А для многих из них вот такой звонок «Мы нашли вашего мужа, сына, брата первый за 75 лет». Александр Крошный разглядел обелиск и увидел нетронутые плиты для тех, чьи имена еще предстоит установить. Более 75 лет Нина Пашкова пыталась найти своего брата. Он ушел на фронт в 42-м году. И с того момента родственники солдата не получили ни одной весточки о его судьбе. Ни треуголки из госпиталя, ни извещения номер 4. Так в годы войны назвали письма о смерти военнослужащего. Он ушел в 42-м году. И мы ничего не получали, никаких известий. Писали сами, нам отвечали, без известий пропал. Но в прошлом году с семьей Нины Пашковой связались поисковики. Они рассказали ей о том, что во время войны ее брата перевели из Дагестана в Новороссийск, где он отдал свою жизнь, защищая малую землю. Там герой и был похоронен вместе со служивцами. Вот по интернету нам помогли найти его. Он у меня единственный. Я до сих пор плачу за него. По интернету нашли. Он уже без вести пропал. И вот нам помогали там. Появились имена новые, все. И приходят к нам знакомые и говорят, а мы вашего баба Володю нашли. До начала масштабной реконструкции на Обелиске было высечено не больше двух десятков имен. Сейчас известны фамилии 2600 бойцов. За четыре года работы курсантом и сотрудником вуза в рамках акции «Героический десант» удалось разыскать более 150 родственников погибших красноармейцев. Здесь похоронен, нашла могилу своего папы, который погиб 28 февраля 43 года. И погиб он на высоте 507, вот под район цементного завода. И там сначала был захоронен, а потом уже вот их все в братские могилы. И вот в этой братской могиле мы всю жизнь разыскивали. И наконец-то мы разыскали. Спасибо пасковикам. Курсанты разослали около полутора тысяч писем по всей России и бывшим Советским Республикам. Ответы приходили из Грузии, Абхазии, Армении, Белоруссии, Украины и 20 регионов России. Начали поступать звонки, начали приезжать родственники, которые даже не знали о существовании без вести пропавших на тот момент времени их родителей, братьев, сестер, прабабушек, прадедушек. И вот я помню, встречала первого родственника, он не знал вообще о существовании своего прадеда. Проект «Аллея славы» реализовали за счет средств университета и неравнодушных спонсоров. К работам привлекли профессиональных архитекторов и строителей. Сегодня мемориальный комплекс состоит из бульвара, вдоль которого установлены плиты с именами героев. По мнению сотрудников вуза «Аллея» станет не только хорошим памятным местом, но и поможет в патриотическом воспитании курсантов. Пишем в Москву, нам отвечает, новых данных не имеем. Пропал без вести. Вот и все. А вот он где был и находится. Видите, вы верили, вы искали, вы нашли. Да. На «Аллее памяти» есть и несколько пустых плит. На них в будущем появятся имена героев, которые установят историки и краеведы во время поисковых работ. Первый инклюзивный патриотический форум для молодежи прошел в Краснодаре. Слабослышащие люди и волонтеры со всей России за два дня успели побывать на мастер-классах по жестовому языку, пообщались с наставниками и представителями Русской Православной Церкви, поделились идеями на площадках для проектных инициатив. Говорит, что нужно организовать курсы жестового языка в Краснодаре на постоянной основе, чтобы все могли обучаться жестовому языку и общаться с глухими. Никакие онлайн-форматы не смогут заменить общение глухих и слышащих ребят, снятие психологического барьера во взаимопонимании. Очень важно, чтобы это был толчок и положительный пример для общества, тесного взаимодействия молодежи без ограничений по здоровью. Организовали форум при поддержке фонда президентских грантов. Такие съезды призваны помочь молодым людям с нарушением слухов включиться в общественную деятельность. Мы продолжаем масштабные модернизации коммунальной отрасли региона. За последние пять лет на Кубани проложены километры новых труб под газ, воду, введены в строй новые котельные и энергетические комплексы. А что именно это изменило, подытожили в Министерстве ТЭК и ЖКХ. А наш корреспондент Вероника Староженко сравнила, что было до и что стало после. Голубое топливо добралось до села у хуторов в регионе. За последние пять лет газ провели в дома 105 населенных пунктов. Сейчас на Кубани природным ресурсом обеспечены почти 2 миллиона квартир и более тысячи промышленных предприятий. Новое оборудование и станции устанавливали и строили по федеральной и краевой программам, а также с помощью инвесторов. Сегодня газовое хозяйство края – одно из самых развитых в России. Общая протяженность газопроводов на территории края, магистральных газопроводов 5,5 тысяч километров и более 55 тысяч распределительных сетей, что позволяет поставлять на территорию края более 10 миллиардов кубометров газа всем потребителям. 40% – это население, 60% – промышленность. Наладили за пять лет в регионе и идеальный свет – бесперебойную подачу электричества. Все благодаря своевременным ремонтным работам, говорят энергетики. К примеру, только в Сочи за 2020-й обновили более 7 тысяч километров кабельных и 367 воздушных линий. На 4% сократилось общее количество отключений. Ремонтная компания выполняется в полном объеме. В принципе, ежегодно Кубанинерго выполняет в полном объеме те ремонтные мероприятия, которые необходимы для поддержания сетевого комплекса в состоянии надежного энергоснабжения и качественного. Сейчас в регионе 106 резервных источников энергоснабжения общей мощностью почти 12 мегаватт. А в оперативной готовности на случай нештатной ситуации находится почти 1800 специалистов и больше 700 единиц техники. Усовершенствовать энергосистему удалось с помощью бюджетных средств и инвестиций. Освоили порядка 7 миллиардов инвестиций. Самое интересное, что они были привлечены извне, то есть это частные инвестиции. Весь объем приборного парка, который подлежал замене в этом году, полностью установлен. Также перед нами задача стояла до начала осенне-зимнего периода установить эти приборы учета. Мы с этой задачей справились. Похвастаться новым оборудованием сегодня могут и котельные края. Практически все автоматизированы с приборами учета потребляемых ресурсов. За уходящую потилетку стоит отметить, что финансирование в этом направлении с 2016 года выросло почти в 6 раз. На сегодняшний день построено и обновлено 120 котельных, половина из них за счет частных средств. Например, в Новокубанском районе сейчас идет реконструкция котельной больничного комплекса. Она выполняется в два этапа. В 2019 году выполнена работа на сумму 45 миллионов рублей. Установлена новая блочно-модульная котельная. Внутри современное оборудование. В текущем году выполняются работы по прокладке инженерных коммуникаций. Масштабная программа по модернизации отрасли началась после принятия краевой программы развития ТЭК. Это позволило привлечь внимание инвесторов, которые приняли активное участие в улучшении системы подачи важных для жизни кубанцев ресурсов. Вероника Стороженко, Кубань-24. Конкурс «Лидеры Кубани» приглашает новых участников. На официальном сайте проекта началась регистрация. Управленцам предстоит пройти знакомство с жюри, ответить на ряд вопросов о личной мотивации. А также необходимо записать видеообращение на тему «Как я могу помочь развитию своего региона». Затем состоится дистанционный отбор. Это онлайн-тестирование. Будущих руководителей проверят на умение нестандартно мыслить, творчески подходить к решению задач, а также на быстроту реакции и грамотность. Испытания продлятся до декабря. Тогда состоится и финал проекта. А победители получат гранты. Каждый в размере полумиллиона рублей. Их можно потратить на обучение по международным программам. Когда вы долго работаете на территории одного муниципального образования или региона, вы так или иначе, ну, есть определенная профессиональная деформация. Когда вы на одной площадке можете общаться с коллегами вашего же уровня из бизнеса, из госуправления, из науки, из других регионов, где модель бизнеса и модель управления может быть несколько отличаться, вот, то вы взаимообогащаетесь. В этом году на краевых площадках впервые выступят участники сразу из восьми регионов. Попасть в проект могут граждане России с высшим образованием и опытом работы в управленческой сфере. И в завершении выпуска о самой осенней уборке на полях. На Кубани сезон тыквы. Под эту культуру в регионе отданы сравнительно небольшие площади. 3000 гектаров. Это в два с половиной раза меньше, чем, например, под арбузы. Но тыква тоже ягода, кстати, только в рекордах она сильно тяжелее. По Гиннесу самая увесистая тыква 821 килограмм. А самый большой арбуз каких-то 150. Ну а в этом году тыква на еще один рекорд нацелилась. Александра Проскорина расскажет на какой. На полях тыкву ловят сетями, обязательно красными. Сборщики работают по двое. Один вооружен сеткой, второй перчатками и секатором. Иначе с ягодой не совладать. Мало того, что стебли колют руки, так еще и силы требуют немалой. Тыква самая тяжелая из всех существующих на земле плодов. Но этот сорт сборщики жалуют. У Матильда больше 4 килограммов не вырастает. За это же любят и покупатели. Наша продукция поставляется практически во все регионы. Москва, Питер, Екатеринбург, Свердловск, куда угодно. Плюс тыквы в том, что никакой особой предпродажной подготовки она не требует. Со стебля в мешок и далее кузов трактора. Он движется по полю с черепашьей скоростью. Чего не скажешь о сборщиках. Они внимательно смотрят по сторонам, чтобы не упустить ни одной сетки. Тут-то и выручает свет. Чем ярче, тем заметней. В этом хозяйстве Матильда застелила 30 гектаров. На каждом стебле по две груши. Так называют форму плодов, характерную именно для этого сорта. В урожайные годы бывает больше. До четырех. Но погода подвела засуха. С каждого гектара сейчас здесь собирают до 15 тонн. Это вдвое меньше, чем в прошлом году. Но на руку фермерам переменчивый вкус потребителей. Говорят, этой осенью тыкву распробовали. Спрос вырос, а с ним и цена. Как по заказу, в два раза. Рентабельность на прежнем уровне. Берется соль, черный перец и сахар. И в таком нехитром маринаде в духовку на 25 минут. Так шеф-повар армавирского ресторана Владимир Зеленко начинает готовить одно из самых популярных осенних блюд. Тыквенный суп-пюре. Пока золотистые ломтики томятся под специями, в собственном соку делает зажарку – лук и шампиньоны. Далее ингредиенты смешиваются, чтобы растворить друг в друге нотки вкуса. Последний штрих – украшение. Луком и пальцами. И сыр пармезан. И эта вкусовая феерия отправляется на стол гостю. Блюдо преподносит лично шеф-повар. Первая рецензия произносится шепотом и выражается всего в одном слове. Синонимы приходят на ум, когда в полной мере раскрылось послевкусие. Во-первых, это очень вкусно, неповторимо вкусно. Во-вторых, это очень полезно. То есть куча витаминов в одном блюде. Из тыквы, если подключить всемирную паутину, можно приготовить более 800 блюд. Это и каши, и салаты, и десерты, и даже варенье. В этом ресторане, например, кроме супа, подают еще и говяжий стейк прожарки «Медиум» с ломтиками запеченной тыквы. Самое необычное – это целая тыква запеченная с осьминогами, с лапами осьминога в медово-карстичном соусе. Это самое необычное, что я готовил. Убирать с полей тыквы на Кубани будут до конца сентября. На прилавке магазинов и рынков в рестораны фермеры отправят не менее 50 тысяч тонн самой осенней ягоды. Александра Проскурина, Александра Жерельев, Кубань, НС-4, Гулькивический район, Армавир. Думаете о покупке квартиры? Квартиры в ипотеку 0,01%. От застройщика номер один. Компании «Югстрой Империал». Звоните 204-37-07. Спонсор прогноза погоды – строительная компания «Югстрой Империал». Всем доброго вечера. Осень постепенно вступает в свои права и несет с собой дожди и понижение температур. Что ждать от погоды завтра? Посмотрим на снимки со спутника. В Краснодаре в основном малооблачно и тепло. Плюс 20, плюс 29. Ясная погода в краевой столице с перистыми облаками будет в 21.00. А небольшой дождь и, возможно, грозу стоит ожидать ближе к 17.00. Фронтовой раздел спускается к нам и приносит с собой грозы. В большей степени это прочувствуют горные и предгорные районы. Погода в Краснодаре днем будет с переменчивой облачностью. Температура воздуха от 18 до плюс 30. Атмосферное давление – 760 мм ртутного столба. Ветер западный, юго-западный. Скорость ветра – 2 м в секунду. Относительная влажность – 75%. Местами кратковременный дождь, гроза. В отдельных районах сильный дождь и град. До конца суток шквалистое усиление ветра – 20-22 м в секунду. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный. Ночью 3,8 м в секунду. Днем 5-10 м в секунду. Местами порывы до 14 м в секунду. Температура воздуха ночью 14-19 градусов. В местах мепридгорных районах 10-15. Днем от 24 до 29 градусов тепла. На Черноморском побережье ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременный дождь и гроза. Ночью и утром местами туман. Ветер северной четверти 6-11 м в секунду. Местами порывы 12-14 м в секунду. Температура воздуха ночью 17-22. Днем 22-27. В Топсинском районе 25-30. Ну а теперь поподробнее о температурах. Переносимся на карту края и посмотрим, что происходит на востоке. На востоке в Кропоткине и Армавире одинаковые плюс 30. В Тихорецке плюс 28. В горных предгорных районах в Майкопе, в Отрадной и в Мостовском 26 градусов. Одинаково на всех. Посмотрим, что происходит у нас на севере, в центре и на западе нашего края. Итак, на севере в Ейске и в Кущевской плюс 27, плюс 30. В Приморско-Ахтарске также плюс 27, как и в Ейске. В центре в Тимошевске плюс 29 и малооблачно. На западе в Темрике плюс 27 и в Крымске такая же температура, идут дожди. Но посмотрим, что происходит на нашем Черноморском побережье, если возможность еще искупнуться. В Сочи плюс 27, Туапсе плюс 28, Геленджик 25. Везде, как вы видите, идут дожди. В Новороссийске плюс 25. Посмотрим, что происходит в нашей краевой столице. Интересно. Утром плюс 23, 25. Днем 28, 30. И вечером 23, 25, так же, как и утром. Ветер умеренный 4-5 метров в секунду, а давление в пределах нормы. Далее рубрика «Погода на заказ». Сын Найденко Сергей Александрович, а также дочь, внуки и друзья поздравляют с изумрудной свадьбой Найденко Елену Георгиевну и Найденко Александра Дмитриевича. В этот день, 55 лет назад, прекрасная пара скрепила свой союз и больше не расставалась. Мы присоединяемся к поздравлениям, желаем вам крепкого здоровья, взаимопонимания и добра. На этом у меня все о погоде.